Пока поля семейной фермы Пол Джонсон простаивают, фермерша из Айова вынуждена переключить внимание на домашний скот. Но она хотела бы видеть сейлки в работе как можно скорее. Я смотрю в окно и думаю, что нам бы пора уже засевать для хорошего урожая. Пока мы не можем. Земля Пэм Джонсон простаивает не только из-за дождливой погоды. Она отмечает, что ее семейный бизнес оказался между молотом и наковальней, торговой войной и торговыми соглашениями. Тарифы на экспорт СОИ больно ударили по нам. В ожидании солнечных дней Джонсон не сидит сложа руки. Я подумала, что было бы полезно отключиться от фермы, и я решила поехать поговорить с сенаторами и конгрессменами о проблемах, которые волнуют нас, фермеров, больше всего. При поддержке организации «Фермеры за свободную торговлю» Джонсон организовал автопробег. Поездка с одного конца страны на другой во время весенних каникул американских законодателей должна была заострить их внимание на решении вопроса о замене нафта. 16 миллионов американских рабочих мест, связанных с торговлей, экспортом и учетом, имеют прямое отношение к нашим торговым партнерам номер один и номер два – Канаде и Мексике. Именно поэтому вопрос о торговле имеет такое важное значение для нашей экономики. Глава организации «Фермеры за свободную торговлю» лично заинтересована в успехе миссии автопробега. Она владеет ранчем Байоминге и отмечает, что она и ее соседи несут финансовые потери из-за нерешенных вопросов о тарифах и торговых соглашениях. Что будет дальше? Мы будем строить заборы? Мы будем дожидаться крупных строительных проектов? Мы будем кооперироваться с кем-то еще для выпаса скота? Все эти вопросы озвучиваются представителями самых разных индустрий и все ответы, связанные с торговой войной. Мы остро нуждаемся в определенности. Айоа бизнесы получили более 73 миллиона в импортных тарифах. Во время автопробега Пэм Джонсон напрямую выразила свою забоченность сенатору от штата Айова. Подпишете ли вы договор с Мексикой и Канадой этой весной? Сенатор-республиканец Джонни Эрнст попыталась успокоить Джонсон и других фермеров и бизнесменов. Президент стремится к хорошим и справедливым торговым сделкам. И поэтому, как только они будут подписаны, в частности с Канадой, Мексикой и Китаем, мы сможем продолжить работу над другими торговыми соглашениями, над новыми торговыми договорами по всему миру. У нас появится постоянно расширяющийся рынок для наших фермеров. Пэм Джонсон верит, что сенатор Эрнст на ее стороне. Однако решение проблемы зависит не только от нее. Одобрить торговую сделку между США, Мексикой и Канадой вместо прежнего соглашения нафта должен Конгресс. Я очень надеюсь, что ее заключат уже этим летом, но я боюсь, что этого не произойдет. Другой источник беспокойства Джонсон – погода. По словам фермерши, для того, чтобы получить хороший урожай этой осенью, ее семье необходимо несколько солнечных дней прямо сейчас.